Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 марта, сегодня я провожу опрыскивание своей рассады янтарной кислотой, для того, чтобы немножко снять стресс, увлажнить их. Но я хочу в отдельное видео вынести вот несколько таких практических советов для начинающих огородников про правила опрыскивания. Возможно, кому-то не нужно опрыскивание янтарной кислотой, и он пройдет мимо предыдущего ролика. Но этот ролик без упоминания препарата, хоть это будет эпин, хоть это будет янтарная кислота, хоть это будет борная кислота, хоть это будут препараты против вредителей, различные инсектициды, правила опрыскивания для них, для всех одинаковые. Мы должны сделать, создать, провести такое опрыскивание, чтобы много-много-много маленьких крошечных капель осталось на листьях, чтобы они не укрупнялись и не скатывались с листа. Я вот в предыдущем видео несколько слов сказала, сейчас хочу сказать подробно. Я вот здесь уже показала. Один раз делаем один пшик мелкими каплями и уходим на следующее растение. Должно быть в идеале вот так. Сейчас покажу вам. Видите, капли маленькие-маленькие, и они расположены по всей поверхности листовой пластины. Для чего я это все уточняю? Просто некоторые думают, что... Я вот на этом листе показывала, как несколько раз. Если пшикнуть несколько раз, то будет лучше. Смотрите, что происходит, если мы пшикнем несколько раз в одно и то же. Капли крупные, они соединяются друг с другом, и они скатываются с растения. И иногда бывает, что такое опрыскивание, толку от него нет. Они все сейчас соединятся. И при любом вот таком вот... Особенно, когда на улице обрабатываем, при любом шевелении, при любом ветерке, весь препарат уходит с листа. Нужно именно, чтобы капли были маленькие, которые не скатываются, а остаются на перце. Видите? От этого вот еще покажу. Вот они. Они прям еле заметны глазу. И когда вы настраиваете вот свой вот этот... Но я сейчас здесь опрыскаю еще раз, потому что... Когда вы вот этот вот настраиваете, делайте, чтобы они были прям как туман. Вот мелкие, мелкие, мелкие. Вот видите, я несколько раз в одно и то же место брызнула и сделала уже так, как не нужно. Но я вам, видите, показываю, как надо и как не надо. Вот так не нужно. Вот эти крупные капли, они, я говорю особенно на улице, при легком дуновении ветра, они соединяются в кучу и они скатываются с листьев. Лучше всего делать одно опрыскивание, быстрое такое. Пшик! И ушел все. И вот они. А, вот они. Вот, смотрите, вот идеальный вариант. Весь листик покрыт капельками. И несмотря на то, что он стоит стоя, видите, они не скатываются, они не соединяются. Из-за того, что они крошечные, вес у них маленький, они удерживаются, в отличие от тех, которые крупняхи. Видите, а крупняхи, они все скатываются. Ну все, вот это только для наших новичков, для тех, кто еще только должен разобраться во всех этих премудростях опрыскивания. Если много капель и большие, это не значит, что это лучше. Это, наоборот, хуже. Капельки должны быть мелкие, еле заметные и должны покрывать равномерно весь-весь листик. Вот, видите, они вроде крошечные, но у них такие капли дольше будут оставаться на листьях. Контакт с листовой пластиной будет длительный, продолжительный и эффект от обработки, от опрыскивания будет больше. Это касается любых профилактических, антистрессовых обработок, подкормок по листу, обработок от насекомых, вредителей, от болезней. Любые обработки должны быть мелкокапельные. Все, до свидания.